Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного Фефилакта Болгарского, часть 29. Толкование на 2 Коринфянам 5.17. Ибо древний грех кончился, и у нас стала новая душа и новое тело. А вместо всего иудейского у нас все новое. Вместо закона Евангелие, вместо Иерусалима небо, вместо храма внутреннейшей завесой Евреям 6.19, где Троица. Вместо обрезания – крещение, вместо манны – тело Бога, вместо воды – кровь Владыки, вместо жезла Моисеева или Ааронова – крест, вместо Агнца – Сын Божий и т.д. Толкование на 2 Коринфянам 5.18. Ибо Отец, пославший Сына, когда увидел Его убитым теми, которые нуждались в примирении, то не только не отверг людей, но дал, говорит нам, апостолам, служение примирения, чтобы, хотя повсюду, были посланниками к отпадшим от Бога и приводили их к Нему. Комментарий Игнатия Лапкина. Удивительно, что еще в XI веке Православной Церкви Блаженный Феофилак так четко представлял смысл служения примирения человека с Богом. Не через исповедь, приходящих с улицы в храм, и как можно более частую исповедь, и не через причащение, и как можно более частое причащение, как принято ныне. Но через проповедь Евангелия, через примирение с Богом, через заместительную жертву Иисуса Христа. Для чего апостолы и ходили, повсюду быв посланниками к отпадшим от Бога. Только рассматривая одну эту фразу болгарского архиепископа, мы можем совершенно твердо, безошибочно сказать, что сегодняшнее, в кавычках, обращение в православие идет абсолютно неевангельским путем. Толкование на 2 Коринфянам 6.3 Некоторые же объясняют это так. Чтобы порицание не перешло на проповедь, ибо ее называют служением своим. Комментарий Игнатия Лапкина. Даже богоборческий режим хорошо понял значение проповеди. И не просто проповеди по школьному учебнику, а проповеди по вдохновению. Проповеди, касающиеся душ человеческих. Сатанинско-людоедский режим в нашей стране официально разрешал молиться, превратив религию в культ. Они не боялись ни богослужения, ни треб, ни праздников, но они пристально наблюдали, как змей, чтобы не было проповеди, и чтобы ни одна душа не возродилась для Христа через проповедь. Откровение 12.4 Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Главное порицание обвинения шло против проповеди. Как же священнослужителям не понять этого ныне, чем это объяснить? Только одним, что они мертвые и невозрожденные. Только тем, что их не коснулась благодать призывающая и благодать обращающая. Мертвый не может родить живого. Толкование на 2 Коринфянам 6.6 Так называют целомудрие или чистоту во всем и нелюбостижательность и безмездную проповедь. Толкование на 2 Коринфянам 6.8 Конечно, потому что он, находясь в славе, не гордился, а бесчестие, соделывающее терпение, делало его искусным и способствовало успеху его проповеди. Комментарий Игнатия Лапкина Для тех, кто боится начать проповедовать чисто по Евангелию и боится более всего своего епископа или священника, апостол Павел и блаженный Феофилакт подтверждают, что всякое гонение за проповедь будет делать ее более прочной и плодоносной. 2 Коринфянам 6.11 Говорит же так потому, что хочет сделать им облегчение, показывая, что смелость в речи есть признак величайшей любви. Комментарий Игнатия Лапкина Для православных придумана особая форма, образ спасения. Долу потопленный взор, молчание, ничего не вижу и ничего не слышу, я спасаюсь. Только бы кого не осудить, нужно следить за собой, быть терпеливым и ни во что не вмешиваться. И такой образ православного ковался тысячу лет. Шаг влево, шаг вправо считается изменой православию. О какой уж смелой проповеди может идти речь. А вот вселенский проповедник, еврей Павел и его толкователь, грек Феофилакт, говорят о другом. Что кто не проповедует, в том нет любви к ближнему. А проповедующий всегда показывает смелость в речи, и это есть признак величайшей любви. 2 Коринфянам 6.18 Видишь ли, как пророк давно предсказал о нынешнем возрождении и усыновлении, совершающемся в нас через крещение? Комментарий Игнатия Лапкина Всюду, где говорится о спасении через крещение, говорится об этом таинстве, как о завершающей стадии рождения свыше, принятие Христа в свое сердце, полного перехода на сторону Христа. Сегодняшние же, в кавычках, крестители, все сводят только к самому акту крещения, совершенно не научив ничему предварительно людей. И такое отношение к крещению и само крещение есть ложь. Толкование на 2 Коринфянам 7.2 Намекая же на лжеапостолов, говорит Никого не обидели в имуществе, никому не повредили, то есть не обольстили, повредив ум нечестивым учением. Ни от кого не искали корости, то есть не искали себе прибыли под предлогом проповеди. Толкование на 2 Коринфянам 8.18 Одни разумеют Луку по причине Евангелия им писаного, другие же Варнау, так как апостол, и неписанную проповедь называют благовествованием. Впрочем, и ему сплетает достаточную похвалу, ибо не просто говорит, что он проповедует Евангелие, но и похваляем, не в двух или трех, но во всех церквах. Комментарий Игнатия Лапкина Слово благовестия и есть Евангелие. В проповеди главная цель привести человека ко Христу. Вот за это и похвала от Бога. Толкование на 2 Коринфянам 8.19 Хвалит мужа и суждением о нем избравших его. Не только, говорит, славится как достойно благовествующий, но и избран от церкви сопутствовать нам, чтобы был общником нашим и в искушениях, и в опасностях. Толкование на 2 Коринфянам 9.7 Поэтому, как истинный учитель, хочет, чтобы ученики его, делая что-нибудь, делали это так, как требует добродетель, и при том добровольно, чтобы и награда им была полная, ибо сделанное по принуждению теряет свою награду. 2 Коринфянам 9.12.14 Они прославляют Бога за то, что вы так покорны Евангелию, что исполняете повеление его щедростью, ибо Евангелие учит милостыни. Комментарий Игнатия Лапкина. Какие похвалы благовестию! Чего лишилось православия, заменив благовестие богослужением на непонятном языке? Толкование на 2 Коринфянам 10.2 Заметь, что смелостью называет намерение ответить и некоторым, хотя намеревается сделать это не за себя, но за проповедь. Толкование на 2 Коринфянам 10.3 Рассуждает о проповеди, показывая, что она не человеческое дело и не имеет нужды в земной помощи. Комментарий Игнатия Лапкина. Апостолы проповедь считают своей спутницей, наградой, матерью, рождающей чад. Там, где нет проповеди, ничего этого нет, но только сорняки и пустыня и скотомогильник. Толкование на 2 Коринфянам 10.14 Вероятно, ложные апостолы и отправившиеся куда-либо без всякой проповеди хвалятся одним простым пришествием и все приписывают себе самим. Итак, апостол говорит, мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, ибо мы достигли не просто, но благовествованием Христовым, то есть не только пришли как те, но и с проповедью Евангелия. Комментарий Игнатия Лапкина. Прочитав толкование блаженного Феофилакта на это место, трудно ли православным сказать, что они есть лжеправославные? Все, кто не проповедует Слово Божие, лжеправославные, исповедующие совершенно новую религию под именем православия, которую Бог не учреждал. И пока архиереи и пастыри и прихожане не сознаются в этом, надежды на покаяние и на спасение нет. Толкование на 2 Коринфянам 10.15.16 Ибо учитель возвеличивается тогда, когда умножает подвиги учеников и с избытком увеличивает свой удел, то есть расширяет ту меру удела, которую он получил. Итак, на что мы надеемся? На то, что и далее вас будем проповедовать Евангелие и может быть и сверх того похвалимся, если принесем им пользу. Комментарий Игнатия Лапкина В словаре язычников никогда не значилось слов «Христос», «Евангелие», «Проповедь», как неумело произносит их язык, не приученный к этим животворящим словам. Но как иудеи, так и язычники утешали и воодушевляли друг друга этими словами «Будем проповедовать Евангелие». Будучи гонимы и избиваемы, они молились о том, чтобы Бог дал им силы и мудрости, и это дарование Божие выражалось в проповеди. Деяние 4.29 «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое». Говоря другим о страданиях Христа, человек забывает о своих. Итак, будем проповедовать Евангелие. «Мы больны, гонимы, но проповедь несет облегчение и излечение, ибо проповедующих благословляет сам Бог, как пославший их на проповедь». Итак, будем проповедовать Евангелие. «Все рушится, всюду нестабильность, терроризм, угрозы, как страшно и одиноко быть в этом мире без Христа». Приблизим к себе Иисуса послушанием Ему, посылающему нас в мир с проповедью о Его любви. Итак, будем проповедовать Евангелие. И тогда слова «Христос», «Евангелие», «Проповедь» сделаются для нас самыми любимыми, объединяющими нас, делающими нас воистину радостными и счастливыми. Итак, будем проповедовать Евангелие. Толкование на 2 Коринфянам 11.1 «Ибо каким образом стал бы без надобности хвалиться самим собой тот, кто помнил прежние заблуждения, от которых он избавился через крещение? Кто признавал себя недостойным апостольского звания?» 2 Коринфянам 11.2 «Таким образом, вся церковь есть Дева». Толкование на 2 Коринфянам 11.4 «И поскольку они говорят то же, но зачем ты, Павел, препятствуешь им?» Затем, что употребляя притворство, они вводят новые догматы. Толкование на 2 Коринфянам 11.4 «Так и лжеапостолы имеют только вид апостолов, но не самую силу. Научимся же отсюда, что делать что-нибудь напоказ из тщеславия свойственно особенно дьяволу». Комментарий Игнатия Лапкина «Господь называл лицемерами молящихся напоказ. Это особенно свойственно православным в каждом богослужении, с его неимоверной пышностью и театральностью. О проповеди напоказ Христос не говорил ни разу. Даже более того, апостол радуется и неискренней проповеди» Филиппийцам 1.18 «Но что до того, как бы не проповедали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Итак, довернется проповедь на свое законное первенствующее место «И досядет на Моисеевом седалище, где сегодня угнездились молчаливая бездарность и трусливое корыстолюбие». Толкование на 2 Коринфянам 11.25 «Потерпел кораблекрушение, совершая ради Евангелия длинные и морские путешествия. Ночью и днем плавал по глубине». Комментарий Игнатия Лапкина «Если сегодня кто-то и совершает длинные путешествия ради Евангелия, то только не православные. Православные ездят на экуменические встречи, конгрессы, форумы и за это получают награды. И во всех этих действиях православных нет ни одного евангельского шага, а лишь дымное надмение мира». Толкование на 2 Коринфянам 11.28 Это самое важное из всего, ибо если тот, кто заботится об одном только доме, имея при том служителей и экономов, не имеет возможности даже отдохнуть, то что должна поистине вытерпеть одна душа, имеющая среди стольких опасностей попечение о всей Вселенной и при том о душах. Толкование на 2 Коринфянам 11.32 «Правитель народа, конечно, не поступил бы так, если бы ревность Павла не воспламенила всех. Хотя он и сильно желал быть со Христом, но он любил даже спасение людей, но он любил также спасение людей и берег себя для проповеди». Комментарий Игнатия Лапкина «Сегодняшний священнослужитель знает свою цену. Если меня не будет, так и умрете во грехах. У вас некому будет вести богослужение, некому будет отпевать вас, покрестить ваших детей. И батюшку берегут для треб, но не для проповеди. Проповеди он и сам боится, еще скажет что-то не так». Толкование на 2 Коринфянам 12.8.9 «Ты страдаешь, Павел, для того, чтобы не показалось, что многие поставляют препятствия для проповеди вследствие моего бессилия. Дерзай, ибо сила моя обнаруживается полнее, когда вы, гонимые, побеждаете гонителей». Комментарий Игнатия Лапкина «Сегодня самые большие препятствия для проповеди оказывает епископ, нерожденный свыше, и ленность пастыри, их невозрожденность, нелюбовь к Богу и к Слову Его, и нелюбовь к людям». Толкование на 2 Коринфянам 12.13 «Порицает их с великой строгостью, говоря, «Если вы ставите мне в вину то, что я не отягощал вас, но проповедовал вам Евангелие, не вводя вас в издержки, то прошу снисхождения, простите мне эту вину». Комментарий Игнатия Лапкина «Сегодня трудно сказать, сколько раз переиздавалось толкование блаженного Афеофилакта, и какой общий тираж разошелся по рукам русских людей. Но авторитет его очень высок, как у старообрядцев, так и новообрядцев. Как же они читают это слово «проповедовал вам Евангелие»? Неужели совершенно не применяют к себе? Мысленно не переносят себя во времена апостолов? И разве трудно, читая эти слова, сказать «А наш архиерей может ли сказать, как апостол Павел такие слова проповедовал вам Евангелие?» А я сам могу ли эти слова произнести и этим не солгать перед Богом, что я проповедовал Евангелие? «Чтение любой книги к чему-то обязывает, но чтение такой, которое изъясняет самую великую книгу, книгу книг, такую же накладывает ответственность на читающего». Простите, какую же откладывает ответственность на читающего? Евангелие дано людям не для того, чтобы, имея к этой книге благоговение, держать ее на почетном месте, целовать крышку этой книги, поклоняться ей, целовать ее и даже не прикасаться к ней во время нечистоты. Но в этой книге неоднократно говорится о страшной ответственности за то, если ты не будешь проповедовать о Христе, авторе этой книги. Евангелие от Матфея 10.32.33 «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Христос разводит людей на два полюса, не говоря ни о каком промежуточном состоянии, придуманном людьми. Справа те, кто исповедует Его, то есть не отрекается ни от Христа, ни от Слова Его. А слева те, кто отрекается от Него пред людьми, то есть не исповедует и не проповедует о Нем. И по какой бы причине человек не проповедовал о Христе, он попадает в число отрекшихся от Него. И если последствия этого греха столь ужасны, то почему же на исповеди священники не говорят об этом грехе совершенно? Написаны образцы покаяния и для священника, и для мирян, и для детей, перечни грехов, в которых необходимо раскаяться. И ни в одном из них нет греха, суть которого не любовь к Богу и людям, то есть когда человек не проповедует о Христе. Конец двадцать девятой части.